Лишь небо знает нам мою любовь, правду... Привет, с вами Татьяна Дробышева, и сегодня iFamous в гостях у Доминика Джокера. Мы находимся на съемочной площадке, где увидим создание нового клипа артиста, и пообщаемся с ним лично. Привет! Привет! Привет, Доминик! Привет! Радует тебя! Это нормально, спасибо, что приехали, ребята. Надо вас видеть всегда. Расскажи о клипе, я знаю, как трилогии. Финал трилогии, да, который берет начало вместе со мной, потом еще тобой, и вот, Лишь небо знает, финал истории, все три клипа снимали разные режиссеры. Этот клип снимает Иван Шестников, с Ваней как бы... Ты первый раз работаешь? Первый раз работаю первый, но мне уже все нравится. Я вообще привык себя окружать больными людьми, в хорошем смысле того слова, я сам. Вот Ваня такой же больной человек, он предложил идею, которую, я не знаю, как будет его реализовывать, но идея очень интересная, он предложил создать рисованный клип. Доминик, ну когда же мы это увидим? Вы это увидите, друзья, совсем скоро. Я надеюсь, что я тебе подпадаю вот к 8 марта. Ты, конечно, такой воин любви, ортодоксальный лирический персонаж нашей эстрады. А ты не собираешься какие-то новые для себя таковые серы? Ну, сейчас вот, сейчас я попробую с танцевальной музыкой поработать. Сейчас я буду работать с Ранди, с Моранди. 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 Да, сейчас спою, да. Я вот как раз в Кичаневе прилетал его тур-менеджер, мой друг Джигу Нигура. И мы с ним уже выбрали песню, да, Джигу Нигура. Мы выбрали песню, которую сейчас будем делать для русского рынка и для европейского рынка. Несколько песен мы выбрали. Я попробую и в танцевальной музыке. Кроме того, у меня будет дуэт, скорее всего, с Джоэлем Эдвардсом, фронтменом, группы Deepest Blue, британская, которая завтра собралась. Замечательный коллектив Deepest Blue. Я считаю, что один из таких трендовых и знаковых пунктов эпохи. Кроме того, я попробовал себя в производстве снайпбэков, которые до Нового года уже порадуют москвичей. В цветном мы будем уставляться и в нашем магазине. На самом деле, мне очень нравится то разнообразие, о котором ты рассказал. То есть, ты сейчас будешь и дизайнером в чем-то, и погрузишься в танцевальную музыку. Да, 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 безусловно. И, может быть, виден театр как актер. Хочу попробовать свою роль актера, потому что до этого у меня в основном попадали роли самого себя. С которыми как бы только дурак. Хочу себя попробовать уже в роли какого-то, может быть, ну, драматически, вряд ли я актера. Я больше комический актер. И, конечно, лирическое. Ну, и лирика, знаешь, я не думаю, что... Ну, у тебя все текста лили. Да, песни, да. Представить меня Ромео, конечно, очень сложно. Зачем уже? Ну, не знаю. А разве лирика это не Ромео? Ну, мне почему-то кажется, что представить меня в роли Ромео или Гамлета очень сложно. Давай представим тебя в роли злодея. Ну, вот злодея я... Представим тебе черные линзы. Я тебе должен сказать, что злодея, я уже попробовал себя, совсем скоро выйдет шоу, где я с одним из братьев Сафроновых распиливал, собственно говоря, брата, самого брата. Мне сделали злобный персонаж, такого безумного гения-профессора, который мечтает уничтожить мир. Шрамы нарисовали. Ну, такой прям злодей, злодей, злодей. Совсем недавно была фотосессия для одного из модных журналов. Я был в образе Хита Леджера, как раз вот, Джокера Хита Леджера. Я вот в этом самом гриме, в лыбке этой нарисованной, в белом. Пугал детей еще два дня? Нет, я просто забыл, что я в гриме и поехал домой. Мы сели, поехали с моим администратором здания, поехали домой. А он-то и привык как-то, и он-то же не отсек. И, во-первых, начали на перекрестках люди шарахаться из других машин. А потом, когда я позвонил в дверь, и консьержка заглянула, а у меня где-то ключи были там. Она просто заглянула, когда в глазочек, я думал, она со мной не разговаривала еще двое сутрые. Дай мне, ну, все-таки пару слов молодым, начинающим, творческим гением. Ребятушки, ну, во-первых, не чувствуйте себя непризнанными гениями. Это первое, что нужно запомнить. Вот как только ты начнешь болеть болезнью непризнанного гения, у тебя ничего не будет. Ты просто должен любить свою работу, любить, верить в то, что делаешь. Вариантов по промотированию вашего материала у вас миллион сейчас. Интернет сейчас очень много дал для продвижения. И все в таком доступе? Конечно. Самая главная идея. Самое главное его величество песни, идея проекта. Любой талант, вернее, любой успех, это кропотливая тяжелая работа. Талант, как я сказал. Всего 2% таланта. А остальное кропотливая тяжелая работа. И деньги. Вы решите это? Деньги не столь важны, потому что если у тебя... Нет, я же вижу, не получается. Вот смотри, к примеру, у тебя нет песни, но есть деньги. Ты берешь и раскручиваешь какой-то шлак. И пока ты платишь за этот шлак, он крутится. Как только... Людей не обманешь. Как только деньги закончились, этот шлак сняли. И никто не вспомнит. Ну, мы желаем тебе успеха в выпуске нового альбома. Надеемся, что твоя эта песня будет такой же успешной. И побьет все двадцатки iTunes, как и песня «Если ты сам не знал». Будем надеяться. Люблю вас, друзья. Peace. С новым годом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»